Дорогие соотечественники, в конце года обычно принято подводить различные итоги, агентства, фонды подводят рейтинги. Меня больше всего заинтересовало и удивило то, что сообщил знаменитый портал Webster. Все знают словарь Webster, словарь английского языка, английского, американского. Короче говоря, это фундаментальная книга. И в электронной версии все время обращаются. И Webster объявил удивительный результат этого года. Самое искомое слово, которое искали жители интернета на всей планете, а их немало, это было слово justice, справедливость. Я задумался, что ж меня удивило. А потом я понял, что все, что творится во Франции, все беда, что творится в мире, что все это от того, что люди забыли значение слова справедливость. Вот для того, чтобы разобраться, почему столь важна справедливость. Почему, когда дефицит справедливости, когда во главу угла ставятся власти деньги, планету начинают лихорадить, начинают лихорадить страны, начинают лихорадить семьи и судьбы людей. Для того, чтобы разобраться с этим, мы пригласили в студию Бориса Шаповалова, человека бывалого, мудрого, который вместе со мной, или к сам, как он захочет, в режиме монолога, я все равно буду встревать с вопросами, потому что не удержусь, попробуют объяснить, как человек, знакомый с социологией, с историей, вообще с гуманитарной сферой, продискутируем, Почему столь важна эта моральная категория, на которой держится свет, справедливость? Борис, рад тебя видеть. Извини, что начал, казалось бы, издалека от Вебстера, казалось, академически. Но ведь это, я понял, потому что мы часто удивляемся раньше, чем понимаем, почему. Вот, и вот подумав, порефлексировав, я пришел к выводу, что ведь, а на самом деле, это же не случайно. Вот, кстати, я слышал комментарии многих политологов, а, ну, что это, ну, так это. Я говорю, ничего вы в этой жизни, чудики, не понимаете. Вот, как ты понимаешь это? Ну, я вот, например, с большим интересом узнал, оказывается, что вот это слово популярно в этом году. Самое искомое. Да, самое искомое. А, наверное, это свойство человеческой души, искать вот справедливость. Ведь вспомните... И остро реагировать на несправедливость. Да, конечно, вот лозунги французской революции и других революций, свобода, равенство, братство, да, и идея справедливости, она заложена... Равенство уже предполагает. Конечно, конечно же, она заложена изначально у человека. А вспомните появление христианской религии, вспомните появление других каких-то вот религиозных, философских вот течений. Все они начинались со слова справедливость. Почему? Потому что взаимоотношения людей друг с другом, да, каких-то больших сообществ, они как раз держатся на этом слове. А, кстати, одну секунду. Если кто-то у кого-то ничего не забирает, да, то все живут в мире, то все нормально. А если начинаются какие-то перегибы... Можно вот эту вот часть, раз мы зацепили вот насчет религий. Да. Вот мы знаем, что вот эта Библия, Ветхий Завет, от нее иудаизм, христианство и ислам. И ислам. Это аврамические религии. А если мы возьмем... И вот обрати внимание, вот к чему я. Значит, смотри, само слово Завет. Оказывается, что такое Завет? Это не просто Заветчание, это договор между народом и Господом Богом. Да, и Господом Богом. Вот что это? Это договор. И несправедливость, это когда нарушают договор. Договор. Писанный он, не писанный. Это роли не играют. Можно сказать, что вот тут какая-то глубинная сущность понятия справедливости? Есть, конечно. От слова правда, право. Право. Мы договорились. Право. Да. Почему ты нарушаешь? И вот когда кто-то нарушает, вот это чувство справедливости, оно, конечно же, появляется у людей. Ну и давайте посмотрим, вот действительно, новости 2018 года, вот хотя бы вот ближайшие события во Франции, да? Мы видим справедливость, чувство справедливости, потому что богатые богатеют, бедные беднеют, социальное напряжение растет в этой стране, вот появилось какое-то новое движение. Ну, одно дело, что оно в какой-то степени неинспирировано, и мы знаем кем, Соединенными Штатами Америки, это однозначно. Нет, мы знаем, что всегда, где Майдан, и появляется желтый или розовый какой-то цвет, там обязательно эти ребята, они как мухи на дерьмо, извините, у меня слетаются. Как только Макрон сказал, что Франция не вассал Соединенных Штатов Америки, сразу появились желтые жилеты. И пара иметь в своем Европе? Да. Да, но опираются, то они на чем? На реальное справедливое возмущение народа. На реальное возмущение людей тем, что происходит и так далее. Конечно же, возьмем Российскую Федерацию, там может быть это не так ярко проявляется, да, но вот все социологи, сегодня политологи говорят, ну и мы видим, Путин и власть прислушиваются к этому, требования вот этой социальной справедливости. С народом надо разговаривать, а не как Макрон. Опять вот это социальное расслоение, оно увеличивается и это вызывает реакцию. Но уже про Молдову мы, наверное, сколько раз мы говорили. Что у нас грешное, нет. О том, что у нас происходит, это, конечно же, беда. Смотри, вот что интересно. От того, что масштабы страны малы, это вот как-то мы говорили, что как в капле отражается весь океан. Явление более ярко видно, оно как бы выпукло. Ну, посмотрите, миллион наших вот сограждан находится за границей. Конечно же, чувство справедливости у людей, вот оно... Почему он дома не может найти работу, достойную оплату? Нет работы, нет рабочих мест, нет оплаты труда. А что такое оплата труда? Я знаю социологические исследования, вот проводились недавно, но вот человек согласен остаться в Молдове и получать заработную оплату где-то приблизительно 10-12 тысяч, да? То есть, чтобы куда-то не ехать. Это тот минимум, скажем. Да, это тот минимум, на который он согласен. Ну, а когда мы знаем о том, что там средняя заработная оплата сколько там, 5,5, да? И то это не у всех, а у нас где-то 70% страны. Это лукавая средняя статистическая. Очень лукавая. Это статистика, это правительство Филиппа, мы ее прекрасно знаем. А реально 70% населения находится вот как раз за той чертой, получает доход где-то в размере 2 тысяч, 2,5 тысяч лей. Ну, мы знаем ответ на вопрос, можно ли прожить на эти деньги. Естественно, это вызывает очень многие какие-то вопросы и чувство возмущения, чувство вот люди надеются на то, что что-то изменится, поменяется. И вот эта напряженная у нас сегодня ситуация, предвыборная, парламент, ну, мы же видим, как оно отражается на обществе. А теперь мы дойдем сейчас до этого, обязательно дойдем о праве человека на выбор, о его готовности, подготовленности для того, чтобы сделать выбор. Это большие проблемы, о его менталитете, о иллюзиях и так далее. Но, как бы, двигаясь вот в эту сторону, мы зацепили такой вопрос. Вот, когда в народе начинают вот события во Франции, мы видим, там, в других странах жилеты начали желтые одевать, и в Германии, и в Бельгии. Я знаю, у нас какой-то флешмоб там пытались. Пошло, пошло, как-то это задвигалось, вот даже в Румынии соседние там движения, там, еще в ряде стран. То есть, о чем это все говорит? Это говорит о том, что человек рядовой, обычный, он поставлен вот в эту... Не чувствует защищенность, гарантии. Я сейчас с другой стороны попробую выйти от того, что Макс Вебер сказал, великий социолог, отец настоящей современной социологии. Что сказал Макс Вебер? Он говорит, когда человек вынужден все время бежать и поспевать за жизнью, а жизнь, она раскручивается все тяжелее, начинает, наконец, усталость, когда он все медленнее и медленнее, потом он останавливается. Он не догоняет этого пояса жизни. И когда человек это начинает чувствовать, и таких людей много, вот... И разные реакции. И вот тогда и начинается вот это... Пока человек бежит, ему некогда рефлексировать. Потом говорит, слушай, а что это я должен... Те вон в вагоне едут с шампанским и так далее, а я должен бежать и толкать этот вагон и все такое. И вот Макс Вебер очень тонко... А другой мыслитель, Ницше, сказал одну вещь, что когда человек задумывается, а он задумывается, когда у него обломы, когда неудачи, когда он не поспел... Слово успех от успеха, а он не успевает. Его говорят, ты неуспешный, ты неудачник, и он чувствует сам, что что-то не то в этой жизни, начинает рефлексировать, начинает думать. Вот то, о чем говорит Макс Вебер, откуда вот это чувство неудовлетворенности в жизни. И то вспоминаем Ницше, который сказал, если долго вглядываться в бездну, то бездна, вот эта несправедливость, начинает вглядываться в нас, в тебя. Вот, пожалуйста. Здесь есть два момента и две реакции. Ну, человеку свойственно, чтобы у него было какое-то чувство защищенности, чувство справедливости. Это естественные потребности человека. Крыша, пристанище. Ну, пирамида Маслова, да, вот знаменитая. Потребность. Да, пять уровней и так далее, да. И вот это базовое, оно основополагающее. А если у человека этого нет, то у него две реакции. Или он заторможенно уходит в сторону, вот эта пассивность, вот это неверие, вот человеку... Апатия, апатия, уныние, он устал, опускает руки и по течению вот куда, ну, прибьет, что с ним будет это. И спится, может... И есть вторая реакция, вот то, что мы сегодня наблюдаем, когда наиболее активная социальная часть общества начинает бороться за свои права, за ту справедливость, с которой мы начали нашим разговор. Появляется агрессия, справедливая агрессия, несправедливая, но это как выход. А, внимание, мы забыли третью реакцию, бегство, откуда гастарбайтеры, откуда... Хорис, нельзя здесь, я голосую ногами. Человек не склонен лезть на баррикаду, он уезжает. Тот, кто не способен уехать или сбивается, или начинает деградить, а третий говорит, аддекс, подожди, а что такое, вот тут начинается. Ну, вот в некоторых странах, да, вот, допустим, с какими-то большими традициями, ну, вот Франция, да, там Пятая Республика, у них там куча революций было, да, друг друга они сменяли, да. Одна крашит, одна крашит, другой, и все кончались диктатурами. Да, да, да. И вот они наиболее, вот так, скажем, социально активные, да, вот они легкие на подъем. Наш народ немножко по-другому реагирует на эти вещи. Вот наши взяли чемодан в вокзал и уехали. Кто в Европу, кто в Россию. И уехали в ту самую Россию, которую других посылали. Ну, да, да. А что делать человеку? У него семья, работать ему негде. Это мы в Кисеневе еще как-то здесь вот перебиваемся, потому что, ну, там в Бельсе, может быть, еще что-то. А в районах что? Фабрики закрыли, колхозы разогнали. Источников дохода нет. Одна треть земли вообще не обрабатывается, работать человеку негде, дети, вот они голодные, смотрят папа, мама, что делать. И люди действительно чемодан уроки, и вот они уехали. Кто активный, кто молодой. Кто активный, но это вынужденная мера. Вот. И когда у нас говорят, а почему вот у нас нет вот такой религиозной ситуации, что молдаване, мол, вот не такие, нет. Да просто некому, потому что люди от 30 и до 60, вот основная масса. Потеряли веру. Они уехали отсюда. Разуверились в будущем. Все, вот у нас, ну, ведь. Разуверились в будущем. Конечно. Ну, вот у тебя, вот, ну, кто остался? Дети и старики, наверное. Вот я в свое село приезжаю, в родное, да, ну, там 11-12 тысяч при советской власти было. Да, кто в Бутучен? Сегодня 8,5. И дети, и алканавтов немножко, все, больше никого. И, к сожалению, это... И я их не осуждаю, этих ребят, что там... Ну, мы же сказали, есть наиболее активная часть, а есть часть, ну, вот она, ну, вот они не революционеры, вот они не... Они не смогли. Конечно, они не смогли, у них не получилось, они пытаются приспособиться. И я их не осуждаю, мне их просто по-человечески жаль. Ну, вот, опять-таки, вот, опять мы говорим вот об этом чувстве справедливости и о том, что насколько оно важно и насколько оно движет. Но я еще раз говорю, вот это вот вся идея христианской религии нашей, да, вот наша церковь, она вот, ну, постоянно как-то поддерживает вот эти вот вопросы. Почему и популярно у нас, вот, у молдаван, у русских, у украинцев православная церковь, да, потому что вот это чувство справедливости, да, вот о котором говорится, потому что вот это чувство равенства, вот какой-то надежды человека на то, что будет в будущем. Равенство перед законом, перед обществом, ну, нравственные какие-то нормы, прежде всего, у человека есть. Вот смотри, я вот насколько вот в Китае работал, жил там, изучал. Опять же, какие главные слова от Конфуция, от Лао Цзи? Человечность и справедливость. И справедливость. Если нету человечности и нету справедливости, это крушение государства. Да. Крушение империи вообще всей Поднебесной. А человек всегда ищет справедливость. И вот откуда вот это вот последнее время у нас. Да, и человечности. Виктор, вот мысль у меня, вот ты говорил, вот она промелькнула, вот сейчас вот я могу ее более четко сформулировать. Ведь что происходит? Вот смотрите, система социализма развалилась. СССР, как мощное, единственное в мире такое социалистическое государство, социальное. Полюс. С бесплатным образованием, здравоохранением, с мощной системой социального обеспечения развалилась. А был полюсом притяжения. Да. И вот у нас, вот у бывших советских, вот это чувство справедливости, оно наиболее остро сегодня проявляется, потому что мы видим, что происходит. А на Западе, ну вспомни, вот с 1925 года, по-моему, 1925 года или 1926 года, в Швеции социалисты правили. Да, они строили другое, социальное государство. У них тоже бесплатное образование, тоже бесплатное здравоохранение, но по-другому система. И побогаче они, конечно. А сегодня в Европе что происходит? Сегодня в Европе вот этот, скажем так, старый капитализм разваливается, нового ничего пока еще не пришло. И вот это противоборство, опять-таки, массы классов, оно опять по новой, по, ну скажем. Спираль такая. Да, по новой вот спирали, оно в другом качестве вот выходит. И почему? И люди требуют действительно вот этой справедливости. А что такое для человека справедливость? Достойный уровень жизни. Это нормальная заработная плата, когда он может прокормить и дать образование детям. Это крыша над головой дом, это гарантированная работа. Это самоуважение. Это само собой. И пенсия. Вот если мы возьмем вот эти вот вещи, и мы увидим, что во всех европейских странах идет как раз наступление капитала. Вот именно на вот эти завоевания, те, которые произошли в 20 веке. То есть зарплаты не растут, а тарифы растут. Благодаря Советскому Союзу, благодаря той системе. Да. Капиталец тогда понял, что его ждет, и обратил внимание на социалку. И появился 8-часовый рабочий день. И теперь опять это стало эрозия. Конечно, конечно же. А что во Франции эти жилеты вышли? Конечно же, у них был 8-часовый рабочий день. А сейчас им говорят, а давайте будете по 12-й работать. А вы платили столько налогов, давайте мы еще увеличим. А тарифы выросли. А тарифы выросли. А цены на бензин, последняя искра. Конечно же, люди вот это выплескивают. Но это не только там, это во многих странах. Ну, посмотри, как всякие мерзавцы и подлецы вот часто пользуются. Вот я вспоминаю Киевский Майдан. Ведь вышли люди на самом деле, которых замучили, замордовало вот это все воровство. И тут же там вокруг подсуетились какие-то ребятишки. Одни... Нанятые другими олигархами. А другие с печеньками прямо туда пришли, на Майдан. Ну да. И потом снайперы постарелили. И тех же людей убили этих. А потом объявили их лицемерно небесной сотей. Сами же сволочи их треснули. И что получилось? Часто вот этот Майдан, вот этот всплеск агрессии от чувства несправедливости оседлает всякая сволота и мерзость. Приходит на этой волне к власти. К власти. И продолжает то же самое. Одного змея 12, как это старая легенда, рубал Илья Муром из головы, а там 12 или 3 вылезали. То есть это о чем говорит? Что если люди будут поддаваться только вот этому движению эмоциональному, не осознавая, не имея ни плана действий, ни цели, ни людей, ведущих, обязательно всякая сволота и мерзость воспользуются этим. На их плечах всякие Михаила Федоровича и прочие придут к власти, правильно? Правильно. А потом народ будет бить его тапками и кричать, что ты Иуда, а тот будет удивляться. Так вы уж меня сами избрали. Его уже добили. Это очень показательный. Я почему именно Михаила Федоровича? Какой он либерал. Какой ты к чертовой матери понятия не имеешь, что он такой либерал. Да они не знают о либеральной идеологии, наверное, основы. Это обычный делец. Вот брат его, я сто раз говорил, а его братья, я не согласен с его взглядами. С его взглядами, но я его уважал. За качество. Я сейчас посмертно, постмортом уважаю, этот человек пострадал за свои взгляды. Он искренне верил в эти взгляды. И когда вот такой человек, то я могу только одно сказать. Ты вызывает уважение. Я не согласен, но я тебя уважаю. И я рад, что ты имеешь право сказать то, что ты говоришь. Понимаете? А вот эти все швондеры, вот эти все прихлебалы, все эти... А сейчас перебегают из одной партии в другую табунами. Ну, перед выборами, да. Опа! Вот красиво, ребята. То есть на гневе, на святом чувстве народа. Вот это народ, которого довели до... Это самое... И не только на Украине. А у нас еще раньше, в 2009... И эта тема сейчас в связи с выборами у нас раскручивается будет? Посмотри, в Европе что творится. А между прочим, и в Соединенных Штатах Америки, если внимательно, кто немножко понимает с тем, что там происходит. Там я недавно слышал вообще, их американские политологи говорят, заплахло гражданской войной. Это говорят американские политологи. Значит, везде в мире что-то подобное. Да, там десятки миллионов за чем-то ведностью живут. Вот что уделяют. Вот это... Да, конечно же. И растет долг и общемировой, и отдельных государств. Естественно, это все накладывается опять на людей. А тут... Что там, что у нас. А тут еще народ пугают. Типа, а что нам водители не нужны? Мы роботов посадим. Нам это... Подождите, ребята. Товарищи капиталисты... Дорогие товарищи капиталисты... Они не товарищи. Запомни, товарищи... Товарищи. Товарищи, потому что мы все... Сними с нас штаны, и все, мы все выглядим приблизительно диканаковым. Мы товарищи по Господу. Все под ним ходим. Дорогие товарищи капиталисты, Запомните одну простую вещь. Да, робот зарплаты не требует. Да, он на Майданы не ходит. Революции не делает. Если надо, чтобы он голосовал, проголосует как автомат. Все как надо. Но вы запомните одно. Робот ничего у вас не купит. И вы на нем, как на покупателей, ничегошенько не заработаете. Потому что вы без человека, вот с его глупостями, с его бедами, с его непослушностью, вы на нем зарабатываете. Потому что иначе все эти денежки превращаются в бумажки, в колонки нулей единиц, за которыми ничего не стоит. Потому что без человека это ничего не стоит. Это 100%. Заметь, это я говорю, профессор, который преподает автоматику, кибернетику, основы теории информации. Это я им говорю, который больше не понимает, что это такое. Что это такое? Ну, конечно же. Я помню, на тракторном заводе, там был цех, и там было 200 кузнецов, молотобойцев. Купили эти прессовые, да, 3 аппарата, и заменило 200 человек. Ну, это технический прогресс. А что делать с этими людьми? Куда их отправить? Их же нельзя, извините, куда-то вот так вот утилизировать. Они не испарятся. У них семьи, у них дети. Ну, это никому не болит голова. Вот это проблема тоже. Потому что дело в том, что человек, он творец. Человек творческий. Дело, и даже не в том, пусть в том, что зарабатывать достойно. Не умрет с голоду. Всегда подаст, кто-то, вон, бомжи живут, как-то там, бедняги, и алкогол, и алкогол, и все такое. Как-то, наверное. Но мы говорим сейчас про другое. Что человека губит его ненужность, когда он не востребован, когда его труд, его деятельность никому не нужны. А ведь в этом Божье предназначение растить детей, заботиться о ком-то, созидать что-то. Если он не может это реализовать, то опять вот те реакции. Одни вилы в руки, а вторые чемоданы в руки. Да, вилы, чемоданы. Или запой. Ну, это уже деградация. Деградация, да. Обещал влечения потихоньку. Крайняя часть какая-то, да. И теперь вот мы потихоньку подходим к этой теме. Проблема выбора. Значит, смотрите, люди разочарованы в будущем, выходят на площади. И тут возникает вопрос. Ребята, вы... Они не в будущем реальной ситуации разочарованы. Нет, хуже. И еще страшнее. Это если нет надежды. Да, я согласен. Смотри, смотри. Смотри, разочарование реальности, ты начинаешь думать, что-то не так. А где моя надежда? А надежда умирает последней. А с чем связана надежда? С будущим. Надежда это всегда надежда на что? На будущее. Это кризис будущего. Он не видит, он в тупике. Он не видит, куда двигаться. И вот тут обязательно, мы говорили, если толпа, вот в ней святое это чувство негодования, если это перехватят мерзавцы, швондеры и прокиндеи, то толпа, как сила мощная, она деструктивна. Конечно. Вот чтобы ее направить в какое-то созидательное русло, необходимо, чтобы до того, как взорвется к чертовой матери вся эта штука, до этого люди должны задуматься, подождите, ребята, стоп-стоп-стоп, а мы куда идем? А какое будущее мы для себя и своих детей? А ну давай послушаем, а кто предлагает, какие мысли, какие идеи? Потому что борьба идеологий, вот обычно говорят, что там гимпу в либерализме понимают? Для них идеология... Да нет, это прикрытие. Яля-то-поля, бумажки, это как фирмы разные бренды, и бегают из одной в другую. Но ведь на самом деле в мире есть две великие идеологии. Одна идеология, которая построена на понятии добро и зло, где присутствует человечность и справедливость, а вторая – это идеология успеха. Успел? Все остальные черт с ними, а я успел. А я успел. Наш подстрел везде успел. Но рано или поздно, те, кто не преуспел, те не успел. Как Толстой говорил, что такое революция? Представьте себе, грязная дорога, идет дождь или снег, и на телеге впереди едут пару мужиков со своими бабами из карбоны. Сзади идет толпа босых, вот этим дождем. Голодных. И, наконец, между ними те, что спереди начинают говорить, а что это они едут? А мы сзади, телегу переворачивают, садятся эти со своими бабами, которые в эту телегу, через 10 верст уже другие начинают. Происходит то же самое. А что это они со своими бабами? Так вот выборы… Вот чтобы не было вот такого, что или вот мы одна, чисто моральная справедливость, успех, потому что на одной морали далеко не уедешь. Вот, надо еще действовать и успевать надо. А другая – успех, но без морали. Успех без человечности, без справедливости. И мы видим, что нужен какой-то мудрый срединный путь. Каким ты его видишь? У нас. Что у нас, что в Китае, что везде. Я понял. Но на нашем примере. Да, но на нашем примере. С нашей менталитетом. Я с тобой согласен. Потому что… Надо на конкретном примере. И у нас оно как-то вот актуально, потому что мы знаем, что у нас вообще 2019 год будет. Значит, парламентские выборы в феврале, в мае выборы Башкана-Гагаузи, в конце июня, в июле местные выборы. А если парламентские выборы опять никто не победит из трех основных вот этих противоборствующих сил на сегодняшний момент, то у нас, возможно, еще и повторные парламентские во второй половине года. То есть, 2019 год у нас сплошной выбор. И этого выбора будет выше крыши. И, конечно же, тема, она очень важная и актуальна. Опять-таки, связана со справедливостью, с которой мы начали говорить. И здесь очень многое зависит от того, как люди оценят вот то, что реально их жизнь на сегодняшний день, вот их уровень благополучия, благосостояния, вот как они видят свою перспективу, будущее, вот о котором говорили. И что делают те на телеге, которые со своими бабами. Да, и что делают те на телеге, мы видим, миллиард украли, четыре года найти не могут, бедные, да, вот несчастные. Хотя всем прекрасно известно, кто украл. И куда это уплыло. И куда это уплыло, и так далее. Вот, экономика, один миллион человек за границей. Да, вроде бы растет там, ну, немножко торговля, торговля, но у нас возникают другие проблемы, мы знаем, по промышленности, по сельскому хозяйству, да, мы подписали это соглашение об европейской ассоциации с Европейским Союзом. Но нас-то там никто не ждет, мы абсолютно никому не нужны. Да, то есть вот так вот показали, вот обманку, вот, давайте вот сюда, ну, пришли сюда, а дальше что? Ну, а дальше вот ищите инвестиции, делайте как хотите и что хотите. Вот эти технологии, инвестиции. Ну, вот, человек и нашел инвестиции, купил чемодан, билет. И укатил. Да, и укатил. Вот получается вот таким вот образом. И, конечно же, надо реально четко, ясно понимать, что вот эта ситуация, которая у нас сложилась сегодня в обществе, она говорит однозначно, или мы что-то должны поменять, а что мы должны поменять? Мы власть должны поменять. Ведь эти выборы, ведь не случайно они появились, с одной стороны, это проявление, образно говоря, демократической системы выбора, да, и проявление человека, он сам выбирает ту власть, которой он доверяет свой голос на управление. А с другой стороны, опять-таки, вот у тебя прозвучало, это выборы, это какой-то вот этот свисток паровозный, который позволяет выпустить вот этот накопившийся пар, да, потому что люди надеются, что вот эти обещают там зарплату такую, эти обещают направление движения в этом направлении, другие что-то другое, и человек выбирает. И вот как большинство проголосует, но если мы не хотим войны, гражданской войны, какой-то революции, крови, вот этих несчастий, страданий каких-то, да, то мы должны договориться. Но договориться мы можем только... Завет, договор. Договор мы можем договориться только в рамках выборов, цивилизованно. Во всех остальных случаях это насилие. А насилие это уже несправедливость, да, то есть вот... То есть несправедливость рождает еще большую несправедливость. Еще большую несправедливость. Ну вот получается, как те, что ехали на телеги, те, кто шли пешком, их догоняют, раскулачили, образно говоря, забрали, сели, сами поехали на телеги. Но через какой-то период времени те раскулаченные тоже пытаются... Говорят, Что-то бывшие наши верховоды... Да, 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 да. И вот эта вот, вот она проблема, она, конечно, вот сегодня ярко, она вырисовывается у нас. И проблема выбора, она действительно стоит. За кого голосовать, как голосовать, кому верить и так далее. И сегодня люди об этом говорят. Ну, мы знаем с вами социологические исследования, данные на сегодняшний момент. Ну, партия социалистов, она по всем социализованиям, она лидирует. Но я бы так бы не обольщался на месте, допустим, сторонников, социалистов. Почему? Когда посчитаешь голоса противоположные, то у нас вот эта вот система, вот ситуация пограничная в обществе, да, она остается вот уже, ну, десятилетиями. Она неизменная. А это говорит о чем? Это говорит о том, что надо договариваться. Это говорит о том, что нужно искать наш серединный какой-то молдавский путь. И людей сталкивают лбами специально, чтобы выгадать для себя политический директор. Конечно, здесь наши, для того, чтобы украсть, а западные, так называемые, партнеры, да, то же самое, украсть, но по-другому. Они за счет чего делают? Ну, раньше, рынки, территории, как завоевывались? Мы же историю хорошо знаем, да? Колонии, пушки, насилие, армия. А сегодня Международный валютный фонд, различные финансовые структуры, приходят, кредиты дают, просто покупают политическую элиту. А бесплатные, дают возможность украсть, а потом они становятся контролируемыми, ну, контролируемыми. Поэтому эти ребята лучше всех знают, куда уплыли эти бабки, да? Ну, почему-то их никто не трогает, до поры, до времени. Потому что они нужны. Да. Ну, это вот так оно получается на сегодняшний момент. Поэтому вот эта ситуация, она, конечно же, очень сегодня, ну... Кстати, извини, вот это, смотри, это, кстати, это очень старый, древний прием. Значит, берут к себе в помощники прострафившихся, коррумпированных. Почему? Потому что его в любой момент над ним... Но это очень опасный союзник. На больное место нашел? Как только шеф зашатался, от него табуны перебежчиков. Ну, это мы по-молдавской действительности видели. Мы это все видели. Филата посадили, весь табун либерал-демократов побежал к демократам. Зашатался гимпу с Киртоки, он, видим, Мунтян уже... Уже поскакал. Усанду лучший друг там, еще кто-то. Ну, вот это вот. Мы это ярко видим. И это на сегодняшний день... С одной стороны, это хорошо. Почему? Да потому что простой народ, люди видят, что происходит. Становится очевидно. Да, становится очевидно. Потому что так не увидишь. Кто это такой? Вот он говорит красивые речи, вот его воруми. А тут зала перебежал. А вот его, да. Вот цена. И не принципов нет. И то, что ты в этой партии был, и ты там пел одни песни, а сегодня ты совершенно другой. Помнишь, 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 филата, как слабословили его окружение? Ну, конечно. И потом, как они его кинули, издали... А как он ходил? Ну, это же так же поворачивался, ну, просто живой фараон, да? Нет, парень думал, что вот эта вся братва вокруг него, они искренни, да. Стоило ему только их немножко подобидеть, как трон зашатался. И когда трон рухнул, все эти ребята не только разбежались, а еще потоптали его. Да, конечно же. Вот что за ребята? И вот опять-таки, видите, вот то чувство справедливости, с которого начали мы разговоры, вот и в данной ситуации она тоже... Несправедливость родила несправедливость. Несправедливость, конечно же. Закон бумеранга. Закон бумеранга, да. Ну, вот он и работает. Да, продолжаем нашу... вот эту дискуссию насчет о путях, насчет выбора. То есть, смотри, первый вопрос, что с нами происходит, второй, естественно, что делать? А что делать? Что выбирать? Ну, что делать и что выбирать? Ну, вы знаете, вот мне вот импонирует, я знаю, а, как раз 20-21, по-моему, завтра, послезавтра, вот наш президент, два года, как вот он, ну, вступил в свою должность, да, я знаю, что он должен, ну, выступить, подвести итоги, наверное, своей деятельности, хотя по полутора годам мы уже можем сказать, да, и то направление, и тот путь. Я могу сказать по этому году, вот, что хорошо для Молдовы, вот если с этой точки зрения, вот говорить, что хорошо для Молдовы. Молдова стала наблюдателем при Евразийском экономическом союзе. Я подчеркиваю, это экономический союз. Да, это статус. Это не Европейский союз. Где мы никто и в предбаннике. Никто, да, и нас туда до 25-го года вообще сказали, рассматривать вопрос не будут и вообще обсуждать. А здесь наблюдатель, да? А здесь наблюдатель, нет. Участник. Да, но... Без права голоса, но участник. Ну, участник уже, да. И мы видим, что по тем решениям и по тем вот вещам, которые там обсуждаются, мы уже реально участвуем в этих процессах. Конечно. Но это ненормально получается, когда президент что-то пробивает, что-то договаривается с руководителями других стран, а наше правительство этому противодействует. А я посмотрю на наших вот председателя парламента и премьер-министра, они выходят и говорят, а это президент решил, а мы решили, что для нас главное Европейский Союз и мы... А народ вы спросили? Виктор, 600 тысяч тонн яблок урожая в этом году. Видели вот эти фотографии яблоки на снегу, вот этот ужас, все остальное? И винограда. Кто должен был это решать? И виноград шекерный. Вот это правительство должно было решать. Они должны были помогать фермерам. Рынки сбыта. А где рынок сбыта? Европа? Нет. Россия, Восток, Китай, вот все вот туда сотнями тысяч тонн. И я знаю вот те вопросы. И, кстати, ты знаешь, что мне нравится у Игоря Додона? Что, вот я слежу за тем, он ухитрился решить проблему тех людей, две трети, которые обеспечивают нас валютой. Это кто? Те, кто в Европе? Одна треть где-то и две трети в России. Так он умудрился. Значит, и амнистии вот эти. Это уже вторая будет амнистия. Тут еще другое, что уже созданы комиссии, которые монетаризируют это. Не просто вот написал указ, президенты забыли. Это уже целый механизм создан. Я участвовал в работе этого механизма вот с делегацией на уровне общественных палат. и я понял, что это не шутки. Ну да. Их волнует вопрос ксенофобии, а нас волнует не только вопрос ксенофобии, но и судьбы тех наших соотечественников, которые работают за границей. Когда-то они... Игорь здесь сделал невероятно много. Да, я считаю. Потому что этим ребяткам нравится тратить денежки, которые за границей поступают, а уважать ту страну, которая нам пытается в этом плане помочь, они не хотят. И вот здесь очень интересный вопрос. Вот смотрите, вот сегодня Европейский Союз давит на правительство, давит, вот говорит, что коррумпированное государство, захваченное государство, там вы не выполняете требования. У них есть условия. А Россия ведь никаких условий не выдвигает. Путин слова не сказал. Молдова должна поменять прокурора. Молдова должна изменить закон. Молдова должна еще что-то делать. У нас передача, к сожалению, начинает подходить к концу. И я хочу сказать другое. Когда я слышу от нашей так называемой интеллигенции, то есть знаю я эту интеллигенцию, кто писали учебники истории, славили КПС, сейчас славят там еще чего-то там в мире, буржуев и так далее. Я хочу спросить, ребята, очень громко и нудно надоело слушать захваченное государство. Кем захвачено? Кеми, кто правит. Управляющими из-за рубежа. Точно. На этой фразе, значит, спасибо, что пришел в гости, мне показалось, что мы сами не ожидали время пролетело. Куда пойдет беседа. Вот это самый класс, когда люди как бы спонтанно, ну, будучи подготовленными, выводят на интересный результат. Большое спасибо с наступающим. Спасибо. До новых встреч. Дорогие соотечественники, ну, вот мы и закончили, значит, сегодняшние наши дискурсы, беседы, размышления. и приходим мы к такому выводу. Родные мои, дорогие мои, жить надо собственной головой. Никто за нас думать не будет. Никто нам бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И если кто-то нам протягивает руку дружбы, то не надо эту грубо отталкивать руку. Надо протягивать навстречу. И наоборот, там, где нас пытают соблазнить, подманить и запугать, не очень надо пугаться. Дело в том, что они бы не угрожали и не соблазняли, если были уверены в том, что мы им доверяем. Поэтому ответ очень простой. В преддверии наступающего нового года. Год был сложный, год был тяжелый, но вся сила и мощь этого года. Он раскрыл нам глаза на то, что происходит в мире. Всем нам. И тем, кто в Париже, и тем, кто в Молдове, и тем, кто в России, и кто в Китае, и в самих штатах. Поэтому люди добрые. Нас большинство на этом свете, 1% обладает богатством половины мира. Мы это те самые остальные 99%. Давайте будем мудрыми, ибо сон рожен в зумах, рождает чудовище. Вечно любящий вас и желающий вам добра и счастья, Виктор Иванович Борщевич. Борщевич.